По данным отдела внутренних дел, каждое десятое совершенное на территории Славинского района преступление относится к мошенническим действиям. В 2016 году более 100 жителей района в той или иной мере стали жертвами мошенничеств. Об особенностях мошеннических схем нам рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД по Славинскому району. Волна преступлений, связанных с мошенничеством, началась около пяти лет назад. В 2013 году у нас был всплеск в Славинске таких мошенничеств, когда на сотовый телефон приходили сообщения. Ваша банковская карта заблокирована, вы выиграли ноутбук или машину, контактный телефон указывался, люди начинали звонить. В итоге с их банковских карт списывалась огромная сумма денег. Так по краю, только в 2013 году почти около миллиарда рублей было украдено у граждан, а возмещено было только лишь десятая часть. Но активная разъяснительная работа органов внутренних дел дала положительные результаты. Количество заявлений о мошеннических действиях значительно снизилось. Потому, отмечает начальник отдела уголовного розыска отдела МВД по Славинскому району Самвел Сукасян, резкий всплеск подобных заявлений в 2017 году стал для органов правопорядка неожиданностью. Люди искренне верят в то, что их банковские карты заблокированы почему-то. Начинают звонить какие-то сомнительные телефоны. Их просят подойти к банкоматам, ставить карту. Люди машинально делают перевод денег на другие карты, другие счета. Позавчера буквально у нас было два сообщения. Одна женщина 16 тысяч перечислила, другая 90. Граждане, банковские карты блокируют банк. Идите в банк. Не надо идти к банкоматам и переводить деньги. Самое тяжелое мошенничество, дистанционное, которое используют с применением в сети интернет, сотовой связи, крадут деньги везде. Начиная на банальных сетях одноклассники, грубо говоря, и заканчивая рассылка различных смс и звонков от родственников, которые попали в беду. Если вам звонят какой-то родственник, и говорят, что он попался с огромным количеством наркотиков, или сбил человека, и нужны деньги, чтобы откупиться, родственники с вами голову несут и отдают деньги. Мы денег не берем с наркотиками. Если его ловим, то сажаем. Если ваш сын никогда не был наркоманом, не надо думать о том, что он куда попался. Просто успокойтесь и позвоните в полицию. Это будет намного действеннее. Орудуют мошенники и на сайтах частных объявлений о продажах. Делая такие покупки, осторожно нужно относиться к просьбам предоплаты. Не называйте номер банковской карты, не называйте пин-коды карт, не называйте контрольную сумму банковских карт на задней стороне банковской карты. Если вас так просят, знайте, это мошенники. Сообщайте в полицию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...